Добрый вечер, дорогие коллеги, партнёры и гости нашей встречи. Сегодня мы с вами проведём школу, теоретические и практические занятия по теме диагностика в домашних условиях и настройка прибора Flash. Настройтесь на долгую, плодотворительную работу, потому что материала у меня много. На те вопросы, которые я могу вам посвятить, я постараюсь вам рассказать и показать. Для начала мы пройдём с вами теорию и вспомним кое-какие моменты. Начнём мы с диагностики, именно с прибора Express Method сегментная диагностика, а затем пройдём и настройку Flash прибора диагностического. Итак, вы видите на экране снимок. Это мой прибор диагностики. В комплект входит сам прибор под номером 1, головной электрод под номером 2, под номером 3 ручные электроды 2 штуки и ножные электроды 2 штуки. Зачем это всё надо? Как видите, привод к прибору номер 1 идёт к компьютеру, серенький провод. Мы его подключаем к компьютеру. Соответственно, к этому прибору подключаем все составляющие, которые входят в этот прибор. Очень важно правильно подключить прибор. Обратите внимание, что... Перейдём на следующий слайд, и я вам покажу особенность подключения именно к прибору наших запчастей. Обратите внимание, что именно правые штуки должны быть красные. Если они у вас... Я уверена, что многие из вас уже получили такие вот подарки к Новому году и получают до сих пор, так как завтра до 13-го последний день промоушена. Поэтому у вас могут быть штекера разного цвета. Но вы обратите внимание на провода. Красный провод должен быть всегда правый. То есть он должен быть с правой стороны. Левый, чёрный, другие провода другого цвета, там серенький или какой у вас провод внутри, это левые. И это зависит от того, правильно... Именно работа прибора зависит от того, правильно ли вы подключите прибор. Обратите внимание, что штекера иногда болтаются. Там есть разъёмчик, и ножиком легонечко надо раздвинуть этот штекер так, чтобы он плотно входил в прибор. От этого тоже зависит потом тестирование. Нет контакта. Значит, проверяете подключение именно ваших, наших запчастей к прибору. Это сам прибор и его подключение. Вот это головной электрод. Он надевается на голову. Есть тут зажимы сзади. И, соответственно, опять же, обязательно смотрите, как вы подключаете провода, приводы. Правый должен быть красный, левый другого цвета. Ручные электроды. Значит, вот такого вида электроды. Правый и левый. Тоже правый и красный. Левый будет другого цвета. И ножные электроды. Вот такие вот две пластины. И здесь тоже вставляются штакера. Красный – правый, левый – черный. Я думаю, что вы уяснили подключение и правильно подключите свой прибор именно к компьютеру. Есть разъем для подключения контейнера. И вот я показала его стрелочкой. У кого подарки именно с контейнером, значит, подключаете в этот вот привод именно в это место. И, соответственно, потом ставим здесь продукты и проводим тестирование. Обязательно обратите внимание на рекомендации, которые находятся на Вики-сайте по подготовке пациентов к диагностике. Эти рекомендации скопированы с методички на подобный экспресс-метод. Какие требования? Что значит правый и левый? Левая – правая рука. В правой руке должен быть подключен обязательно с правой стороны красные, а с левой стороны уже другие. Значит, какие требования к пациенту? Обязательно предупредите своих пациентов и сами пройдите подготовку, прежде чем пройти тестирование. Это, во-первых, то, что я вам говорила, что необходим хороший контакт между кожей, ну, контакт сначала подключения к компьютеру, а затем обязательно, обязательно, да, на головном тоже, правая и левая рука, правая и левая сторона. Необходим хороший контакт между кожей, электродом. Давайте договоримся, вопросы будете задавать в конце, чтобы я не отвлекалась на ваши вопросы. Пока давайте чат, помолчим, послушаем, посмотрим, пишите себе на бумажке вопросы, а потом я перейду в чат и буду отвечать на ваши вопросы. Договорились? Итак, требования к пациенту. Необходим хороший контакт между кожей, электродом, без усилия или ослабления давления. Не проводите измерения, если поверхность кожи, на которую накладываются электроды, раздражена, нынечки, открытые раны. Не применять гели, чтобы не изменять электрические свойства кожи. Хорошо очистить электроды чистящим средством, лучше мыльным раствором или антисептиком. Не увлекайтесь, чтобы влага не попала на места соединения с контактами на электродах. Почему я вам читаю? Потому что это очень важно. Впоследствии вы увидите тест, я вам покажу на экране. И если вы себя не подготовили, соответственно, тест будет неправильным. Лобби, руки и ноги пациента должны быть чистыми. Следует удавить избыточный пот, косметику. Желательно, чтобы на момент диагностики пациент не был голодным. Лучшее время для обследования – это после 2 часа, по-моему, да, у меня немножко закрывает слайд, принятия еды. За 2-3 суток перед обследованием не рекомендуется употреблять алкоголь. За сутки до обследования нельзя употреблять кофе, острые и пряные блюда. Непосредственно перед обследованием нельзя употреблять шоколад, цитрусовые, жевательные резинки. Прием медикаментов, которые возможно отменить, бесполезненно для пациента, нужно прекратить за сутки до обследования. Те медикаменты, которые принимаются пациентом по жизненным показаниям, длительное время существенно не влияют на диагностика, за исключением гормональных препаратов. Однако предупредите до начала сеанса экспресс. В диагностике такие препараты в какой дозировке, в какое время суток принимаются пациентам. Накануне сеанса экспресс-диагностики необходимо исключить контакт с химическими активными веществами, лаками, красками, растворителями. Желательно не курить за сутки до сеанса, если это не вызывает стресс у пациента. Женщинам нежелательно проходить обследование во время менструального цикла. Кожные покровы должны быть чистыми, здоровыми, без признаков испаления и механического повреждения. Не допускается использование перед диагностикой лечебных и косметических кремов и мазей. Чрезмерно влажную кожу необходимо просушить салфеткой, а сухую увлажнить. Одежда предпочтительно из натуральных тканей. Перед диагностикой необходимо снять все украшения, металлические предметы, выключить мобильный телефон или удалить его на расстояние до полтора метра. Лучшее время для обследования – это первая половина дня. Итак, все уяснили условия, рекомендации, при которых вы начинаете диагностировать себя или своего пациента. Начало работы с прибором экспресс-метод сегментная диагностика. Я вам даю ссылку на вики-сайт. Я думаю, что вы все уже познакомились с ним и прочитали от корочки до корочки, потому что там абсолютно все рекомендации и, вот ссылочка в чате, все рекомендации, ролики по установке этой программы. Значит, вот я выделила красной рамочкой все, что касается прибора снятия данных для диагностики. Здесь вопросы и ответы, разрешение проблем. Проблемы при установке бывают разные. Мы проведем дополнительную школу по проблемам. После того, как вы познакомитесь с проблемами, которые возникают при загрузке этой программы. Во-первых, это антивирусник, который у вас установлен. Во-вторых, это Windows лицензионный или не лицензионный. Почему я столкнулась с такой проблемой, поэтому я могу пояснить. У меня антивирусник, а Вера, он мне пропустил программу, даже не отключил ее. Другие антивирусники надо отключать, а некоторые даже препятствуют, как АВАЗ, по-моему, препятствуют установке программ. Следующий факт. Антивирусник пропустил, все нормально, а сама программа не устанавливается. У меня была проблема такая, я с вами поделюсь. Так как Windows у нас не лицензионный, это мы можем открыто сказать. Правда, не для всех. Значит, у нас обновление идет, мы установили аптечку там, не обновлять Windows. Так вот, именно там надо и найти решение этой проблемы. Разрешить Windows установить эту программу. И тогда она установится моментально. Дальше у вас есть инструкция по работе с программой. Знакомьтесь. Программное обеспечение, где скачать, и как скачать, и что скачать, и на какой Windows, если у вас какая система, 32 или 64 битума и так далее. Описание прибора, паспорт прибора. И вот открыта страница с началом работы. Обязательно посмотрите этот ролик от начала до конца. Здесь все указано, как установить эту программу. Устанавливать мы сегодня не будем. Вы изучите. И если у вас будут какие-то вопросы, соответственно, вы находитесь и в чате по приборам диагностики. Мы с вами будем решать эти вопросы. Программное обеспечение. Значит, на странице программное обеспечение вы сможете скачать последнюю версию. Версия на сегодня 3.3, но будет обновление. Буквально сегодня-завтра будет обновление опять этой программы. При скачивании программы, обратите внимание, что у вас в коробочке, там, где прибор, есть номер регистрации. Значит, если вы обновляете программу, опять надо будет вводить этот номер. Не теряйте его. В каждой коробочке, каждая программа имеет свой регистрационный номер. Дальше для того, чтобы создавать отчет в этой программе, необходима вам программа для просмотра файлов в формате PDF. Если у вас ее нет на компьютере, вы можете скачать эту программу. Вот здесь показано стрелочкой. По установке, пожалуйста, смотрите ролик. Там все прекрасно сказано. И я именно по этому ролику устанавливала себе программу. И вот так вот выглядит сама программа на вашем компьютере, когда вы только ее запускаете. Теорию я вам вкратце рассказала. А теперь я хочу перейти к практике и показать вам результаты теста моего клиента, которого я протестировала буквально на днях. Я выхожу с презентации. И включите чат, чтобы я видела, видно ли от меня мой экранчик. Или модератор, и кто Олег? Или Татьяна, пожалуйста. Я сейчас загружаю экран. И будем работать с показом экрана. Я вам покажу, где найти у вас на компьютере эту программу. Так, экранчик загружается. Так, если меня не будет слышно или видно, пожалуйста, дайте, пока здесь есть, спасибо. Дайте мне звоночек на телефон, либо тут в комнате, потому что я чат видеть не буду. Итак, переходим. Значит, виден экран. И видна вот тут вверху кнопочка вам именно этой программы. Вот я на нее навожу мышкой и загружаю ее. Вот такой значок, красная кнопка, вот у вас на рабочем столе. Сейчас программа загружается. И мы увидим ее в работе. Вот в таком виде вы видите свою программу на экране. Для того, чтобы ее настроить, нажимаем «Настройки». Регистрируем прибор. Но для того, чтобы зарегистрировать прибор, необходимо его подключить к компьютеру. В данном случае он у меня не подключен. Поэтому вы сами нажимаете «Настройки», регистрируете прибор и регистрируете пользователя. Как зарегистрировать пользователя? Нажимаете «Список пациентов». И вот здесь вот открывается форма для регистрации. Так как у меня уже двое зарегистрировано, значит, мы должны добавить. Нажать на «Добавить». И тогда кнопочки, вот эти вот строчки будут вводим сюда все данные, которые необходимы. Обязательно не перепутайте пол пациента, мужской и женский. Потому что женщине выдаст как для мужчины, а мужчине для женщины. Особо важно. Вводите пол правильно. После того, как вы заполните все эти строки, нажимаете «Сохранить». А мы перейдем именно к показу результатов теста о проведенной вчера диагностике. Я нажимаю на фамилию, которую я хочу просмотреть. И нажимаю на диаграмму. Значит, когда вы заполнили данные, у вас они сохранились. Вы нажимаете «Сохранить». И вот такая вот диаграмма, такую диаграмму выдала нам программа. Что она означает? Вот пометки. Значит, гипофункция сиреневая, умеренная, норма зеленая. Ну и красная уже действительно гипофункция. И дальше вы смотрите. 25-е. 25-е. Миндалины глоточного кольца. 46-е. 47-е красное. Это суставы ног. Значит, у человека есть проблема. Соответственно, мы не медики. Мы обратимся в клинику, нам расшифруют эти тесты. Но уже глядя на эту диаграмму и прочитав значение каждого столбика, мы можем видеть, какие у нас проблемы. Дальше в диаграмме. Внизу обязательно укажут паразитов. И, соответственно, процент. Это значит, что уже критический момент этих паразитов надо удалять. Следующая диаграмма. Это позвоночник. Соответственно, описание позвонков всех абсолютно 12, плюс толстая кишка и так далее. Вот они, эти значения. И указаны проценты. Соответственно, видите, какие проценты. Вроде женщина с виду здоровая, а проблем масса. И следующая форма – это аура. Аура должна быть круглая. И вот значение паден. И каждая цифра имеет свое значение в процентном отношении. Вы это можете видеть здесь. И это же видно и в самой программе. Давайте посмотрим саму программу. Нажимаем на позвоночник. Это просто картинка позвоночника. Но если мы нажмем на фамилию, кого мы хотим посмотреть протестированного человека, значит, вот его результат. И каждый позвонок имеет свое значение. То есть, если в позвонке проблема, мы нажимаем на первый позвонок, и вот видно, что это шейный отдел позвонка. Это кровоснабжение головы, кожа головы и так далее. Возможные... Нам уже программа говорит, что здесь есть проблема. Желтые – это проблемные места. Красные – очень проблемные и так далее. Значения у нас обозначены в диаграмме. И так, нажимая на каждый диск, вы видите, что может у вас быть, какие заболевания, от которых надо, соответственно, избавляться. Я не буду щелкать по всем значениям. Это вы, когда уже установите программу, проведете тестирование, и вы увидите все свои заболевания именно тут. Я просто покажу любой позвонок. Вот ТЭШ-4, ТЭШ, вот этот вот, вот этот позвоночник. Возможные последствия смещения диска – это болезни желчного пузыря, желтуха. Поэтому каждый позвонок имеет свое значение, и каждый позвонок вам определит заболевания ваших органов. Теперь давайте рассмотрим ауру этого человека. Вот эта аура какая должна быть? Вы видите, что я вожу по краям ауры, и здесь выскакивает вот значение. Нажмем на человека, которого мы протестировали, и вот его аура. Нажимая на каждую точку, вот это вроде нормальная точка, идет по окружности. Здесь проблем нет, ну а вот тут, вот допустим, есть проблема. И тут нам же сразу на снимках показывают, что может быть за проблема. Это миндалины и лимфопитилиотальное кольцо слева. При нарушении функции, возможно, боль в горле, першение в горле, частые простудные заболевания. Давайте посмотрим вот эту точку, углубленную. Это грудной лимфатический проток. При нарушении, а тут уже явные нарушения есть, это увеличение лимфатических узлов органа, средостения, сопровождает любой воспалительный процесс грудной клетки, характеризует степень интенсикации организма и так далее. То есть, вводя мышкой по углублениям, вы сразу можете определить, какие у вас могут быть нарушения в организме. Для того, чтобы их удалить и ауру привести в соответствующий нормальный вид, это значит, надо бороться с этими заболеваниями. А для этого у нас есть прибор биорезонансной терапии. Отчет обработан, затем мы его отправляем в клинику на дальнейшую его обработку. С клиникой мы будем работать отдельной школой, поэтому я сегодня не буду останавливаться на клинике. Я вам показала результаты тестирования. Это действительно, ребята, работает. И в домашних условиях вы можете уже увидеть то, что у вас за проблемы с вашим организмом. Ну, а назначение препаратов, назначение комплекса в лечении, это уже можно проконсультироваться в клинике на платной основе, получить консультацию, либо получить результаты вашего тестирования, когда заработает полную силу клиника, и нам будут давать ответы. Но уже, допустим, мой клиент задачен тем, что у него много проблем. И переходим именно к настройке прибора Flash. Значит, в комплект наш подарочный входит два прибора диагностика и Flash прибор. Опять же, я вас посылаю на сайт Wiki, где абсолютно все вы узнаете о настройке загрузки этого прибора на ваш компьютер. Это прибор Mini 3. Просмотрите ролик. И здесь вот на этой странице, именно нажав прибор, вы можете посмотреть инструкцию, описание прибора, программное обеспечение, разрешение проблем, список установленных программ и так далее. У вас вики-сайт должна быть как настольная книга. На странице программное обеспечение вам даются ссылки для того, чтобы скачать эту программу. Обратите внимание, что обязательно драйвера для правильной работы программы, если прибор не подключается, вы должны скачать вот именно те, которые подходят к вашему компьютеру. Или 64, или 86. Установка программы. Есть пошаговая инструкция, как установить эту программу на ваш компьютер. Сегодня мы не будем рассматривать, как ее устанавливать. Мы просто пройдемся по этой программе. Сначала теоретически, а потом я покажу немножко практически. Значит, программа выглядит на вашем компьютере вот в таком вот виде. Если у кого есть предыдущая флешка, эта программа в корне отличается от предыдущей. Соответственно, у вас будет две программы, если у вас два прибора. Значит, здесь у вас полностью есть набор программ. В середине это состав комплекса, который вы будете выбирать. И третий раздел – это комплекс, который вы будете загружать в прибор. Внизу вот вы видите зеленая стрелочка и приборчик. Именно на зеленую стрелочку нажимая, этот комплекс будет загружен в прибор. В приборе установлены 7 программ от производителя. Бывает такое, что вы можете получить прибор без программ. Если прибор без программ, значит, светодиоды моргают все время или же гаснут и не включаются. Обратите внимание, что если вы загружаете свою программу, вы удаляете полностью программу от производителя. Где можно закачать программу от производителя, если на вашей флешке нет программ. То есть вы включаете в компьютер, флешка заряжается 24 часа, ее три раза надо перезарядить, для того, чтобы аккумулятор сохранился дольше. И когда включаете на программу, я вам покажу, как они включаются, она поработает 2-3 минуты и гаснет. Значит, там комплексов нет. Вот здесь, по этой ссылке, скачать комплексы от производителей. Я вам даю в чат эту ссылочку. Она есть и в чатах скайпа, в чатах по приборам. Но вот эта ссылка для скачивания комплексов. Вы скачиваете на компьютер и, соответственно, потом закачиваете в свою флешку. Я покажу, как это делается дальше. Скачали комплекс. И вот открываем программу. Именно нажимаем на кнопочку, указанную красной стрелкой большой, в правой стороне. Открывается ваш компьютер. И в загрузках вы находите программу 7 комплексов от производителя. Нажимаете «Открыть». И эти комплексы моментально переходят все сразу вот сюда, в этот раздел. Они загружаются все 7 комплексов. Один нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Нажав на зеленую стрелочку, эти комплексы моментально сразу все загрузятся на вашу флешку. Я потом по видео покажу, как работать и находить программы. А пока мы загрузили все 7 комплексов, работаем. Если вы хотите загрузить свою программу, набираете вот терапевтических, или там противопоразитных, или какие состав комплекса, и загружаете свой комплекс, запомните, все эти 7 комплексов моментально удаляются с вашей флешки. И на вашей флешке остается только ваш комплекс, который вы сформировали для себя. Мало ли какое заболевание у вас было, и вы хотите его вылечить. Поэтому, если вы прошли курс заболевания, курс лечения по своему комплексу, и хотите опять пользоваться комплексом от производителя, вы опять находите у себя в компьютере этот файл всем программ, и опять загружаете флешку. Не забывайте об этом моменте. Я думаю, что понятно. Там можно еще и свои комплексы. Обязательно вернусь на предыдущий слайд и покажу вам, что можно сохранить. Вот здесь вот есть сохранить на своем компьютере тот комплекс, который вы, допустим, составили сами. Вот составленные программы вручную, информацию о программе и сохранение на компьютере. Поэтому, когда вы составляете свои программы, пожалуйста, сохраняйте их, чтобы вы в следующий раз не занимались поиском той или иной программки или чакры, или там, что вам там надо. Оно у вас уже будет сохранено на компьютере. Какие же комплексы от производителя? Выбор программы зависит от цвета загоревшейся лампочки. Обратите внимание, что нулевая программа – это стабилизация. Она идет 48 минут и цвет лампочки зеленый. Первая программа утомления – 5 минут желтая лампочка. Орвит 25 минут – зеленая и желтая. Инфекция 8 минут – синий. Грипп 54 минут – зеленый и синий. Суставы 35 минут – желтый и синий. И сердце 5 минут – сердце и кровообращение, по-моему, да. Зеленый, желтый и синий. Я попытаюсь вам показать это по видео, как переключаются, как находятся эти программки. А пока идем дальше и смотрим это на слайдах. Значит, как устроен прибор? Значит, прибор – вот кнопочки. Что это значит? Зеленая кнопка – это кнопка включения и выключения прибора. Для того, чтобы включить прибор, надо пару секунд зажать пальцем эту кнопочку. И когда начинает мигать, мигать первая, когда начинает мигать красная кнопочка, пятая, вот она, пятая, индикатор включения питания, мы отпускаем эту кнопку. Следующий нажим на кнопку выбирается программа 1 и так далее. 2, 3, 4, 5, 6. И вот я вам показываю на слайде. Я сфотографировала, значит, прибор. И вот эта кнопочка. Именно кнопка, которую надо нажать, подержать 2-3 секунды и отпустить. Красная лампочка начинает мигать. Следующая кнопка загорается зеленая. Это стабилизация, программка, которая будет работать 48 минут. Следующая кнопка. Обязательно загорится желтая. Это утомление. Программа комплекс утомлений. Следующие загорятся 2 лампочки. Это зеленая и желтая. Это ОРВИ. Следующий загорится синий. Он очень яркий. Даже не давался мне фотографировать. Вот так вот светится ярко. Это инфекция. Грипп. После нажатия еще один раз загорится, кроме синий, еще зеленая кнопочка. И следующая программка, комплекс. Это суставы. Загорится синяя и желтая. И шестая программа сердца 5 минут. Загорятся все 3 лампочки. И последняя загорится опять зеленая, с той, которую вы начинали. Но обратите внимание, при включении сразу программы зеленая может проскочить и сразу загорится желтая. Поэтому надо обращать обязательно на то, какая лампочка горит. И разрешение проблем при подключении вашего прибора и загрузки программы на ваш компьютер. Обязательно посмотрите на сайте wiki.g.network вот эту страницу. Изучите ее хорошо, и у вас проблемы. Итак, мы возвращаемся к нашему списку заболеваний. Вот. Открываю слайд. И сейчас вам попробую камеру показать, как работает. Скажите, пожалуйста, вам виден прибор? Нормально виден прибор? Вот видите, вот тут вот здесь кнопочка. Вот я ее держу пальцем. Вот она, кнопочка. Которую надо зажать и подержать 2-3 секунды. Вот я ее зажимаю. Загорается красная лампочка. Дальше загорается следующая лампочка. Дальше две. Зажимаю. Дальше синяя. Дальше зеленая и синяя. Дальше желтая и синяя. И все три лампочки должны загораться. Когда я отпустила палец, начинает программа работать. Именно та, которую вы последняя зеленая, потому что на ней мы остановились. Я выключаю прибор. Выключаю прибор. И давайте мы установим любую из программ. Допустим, мы хотим установить сердце. 5 минут. Зеленый, желтый и синий. Должны загореться три лампочки. Значит, включаем прибор. 2-3 минутки. Не включился. Включаем 2-3 секунды. То есть, вот он включился. Сразу зеленая. Потом желтая. Потом две зеленая и желтая. Сейчас синяя. Зеленая и синяя. Желтая и синяя. Зеленый и желтый. Три лампочки. Все, отпускаю и больше не нажимаю. Вот вам начинает работать программа сердце. И она будет работать до тех пор 5 минут. И приборчик выключится. Если вам необходима программа ОРВИ. Выключаю прибор. То есть, нажимаю. Он выключается. Включаю опять. Загорается красная лампочка. идет. Вот, загорелась красная, зеленая. ОРВИ. Все, выключаю. 25 минут и работает программа. Вот так она работает. И будет работать ровно столько, сколько предназначено этой программе. нажимаю на кнопочку. Выключаю приборчик. Вообще выключаю. Если нам нужна первая программа стабилизация 48 минут. Давайте мы ее найдем. Включаем прибор. Загорается красная. Держим 2-3 секунды. Подпускаем. Вот она. Но вы не успели на нее нажать. То есть, пошли дальше. Значит, мы будем до конца нажимать, пока опять не появится зеленая. Вот она. Отпускаем. И вот работает стабилизация 48 минут. Начала работать стабилизация. Потренируйтесь. И это у вас получится. Если видео не было... А, да. Если кому не видно, значит, надо переустановить вам в комнате флеш-плеер и будет видно. Но чтобы запустить все программы по порядку невозможно. Вы должны выбрать одну из программ и запускать одну. Они не работают все подряд. Закончилась одна программа, у вас начинается синий, но по инструкции она начинается зеленой. Но зеленая проскакивает и сразу появляется желтая. Поэтому зеленую надо искать аж в конце после трех зажженных зеленый желтый и синий. Да, значит, надо каждый раз нажимать на кнопку до следующего комплекса. Ни в коем случае не отпускать кнопочку. Если вы отпустили кнопочку на той лампочке, которая зажглась, значит, та программа и работает. Сколько раз в сутки можно включать одну и ту же программу? Ольга, сколько вам надо, пока не вылечитесь. Если у вас грипп, конечно, 54 минуты вам не помогут. Радиус действия 50 сантиметров. Да, правильно. Вы можете положить возле себя, положить под подушку, под матрасик, или ребенку, или себе, или в кармашек. Здесь есть хорошее приспособление, колечко, зацепиться, кармашек и так далее. Так, и вот наша программа работает. Комплекс дан от производителя сердце 5 минут. Значит, нельзя больше нагрузку давать на сердце. Лучше через полчаса, через час поставьте еще. Это уже вопрос к медицине, не ко мне. Я вам рассказываю технические стороны, а вы уже задавайте вопросы медикам к этому. Какую программу включать при сахарном диабете? Ну, извините, вопросы. У нас сегодня школа техническая. Школа по эти вопросы задавайте медикам, сахарный диабет и так далее. Мы работаем с прибором. Именно технические вопросы по установке, по работе прибора. Мы выбрали нужный цвет, а потом огоньки начинают бегать. Да, когда мы выбрали нужную программу нужный цвет, вот она уже работает. Огоньки начинают пульсировать один за другим. И когда прибор отключится, значит, время этой программы. Красный диод не горит. Красный диод это почему красный диод, желтый, синий, зеленый, все четыре диода горят. Сделайте еще раз школу. Я надеюсь, что так. Еще вопросы именно по флешке. Через удлинитель. Значит, тут есть разъем, ребята, смотрите, есть разъем специальный как флешка, и он подключается к компьютеру. Зачем придумывать свои удлинители и так далее? Включите в компьютер, и она зарядится. Первые часы есть рекомендация на Вики сайт, сколько надо часов заряжать первый раз, 24, по-моему, не меньше, или 12, не помню. Разрядить его до полного объема, опять поставить на зарядку на 12 часов, опять разрядить, использовать его, и опять три раза, и тогда прибор будет долго работать. Лечить больные органы это флеш-три. Если у вас не горит красный диод, что делать, Людмила? Это обращайтесь уже к производителям, обращайтесь в чат, что с ним делать. Мы не технари. Вот, вот такая вот. Что значит красный огонек? Красный огонек это включение, я вам показывала на слайде, что такое красный. Сейчас найду слайд и посмотрите внимательно. Вот кнопочки. Пятая кнопочка это есть индикатор включения питания. Она красным горит. А дальше кнопочки чередуются. Желтый, синий, зеленый, а красная это именно включается питание красной кнопочки. Когда вы нажимаете вот эту синюю кнопочку сбоку, тут есть, она не видна сейчас, потому что она тоже синяя, но да, так выступает. Раз вы ее, это включение и выключение. Вот я сейчас выключаю. Вот, я нажала эту кнопочку, вот, пальцы. Сейчас я ее включаю, загорается красная. Держу две секунды, все загорелось. Видите, перескочила на желтой через зеленую. Нажимаю два огонька, желтый и зеленый. Следующая программа, следующая программа, следующая программа, еще одна программа, и вот только зеленый загорелся. Именно тогда отпускаете палец, больше не нажимаете, когда вам нужна именно зеленая программа. Я думаю, что вам понятно. По поводу самой программы, откуда загружаются комплексы, я вам показывала на экране. Пожалуйста, изучайте, смотрите. Есть методические рекомендации по поводу, сейчас я вам найду, методичка, но для флеша, для предыдущей флешки. Не знаю, будут подходить к этой флешке или нет, но во всяком случае надо искать. Значит, прибор лечит все. Там более тысячи программ, даже больше. Там очень много программ. Еще дополнительно на этом я закончила свою школу. Я коротко постаралась вам осветить все вопросы. Здесь очень много технических вопросов. И я думаю, что по мере поступления от вас вопросов мы будем проводить дополнительные школы. Следующая школа будет по вики сайту. По веб-клинике. Как зарегистрироваться, как отослать тест туда, как клиент регистрируется, как врач регистрируется, какие там врачи есть. Я думаю, на следующей неделе мы проведем и школу по веб-клинике. Комплекса очень много. И для похудения, и для улучшения зрения, и для сахарный диабет, и гипертония. Все есть в наших программах, ребята. Так что, пожалуйста, используйте еще один день для приобретения такого вот замечательного подарка от компании 2 в 1, где вы сэкономим 500 долларов можете приобрести эти два прибора по одной цене. То есть получить подарок еще и флеш. Вот вам на слайде диагностика плюс флеш плюс 200 тестов. Ребята, штук 50 тестов вы используете для себя, для своей семьи. А 150 тестов по 5 долларов вы можете провести диагностику своим близким, знакомым и показать им их состояние здоровья. Вы видели, что уже показав диаграмму, показав позвоночник и показав ауру, вы уже видите проблемы у человека. Пройдя через некоторый период, повторите тестирование, проведите биорезонансным прибором лечения, уничтожьте паразитов, набрать паразитов запросто в этом программке. Поиск работает отлично. Правда, в диаграмме написаны паразиты на английском языке, а в программе вы набираете первые 3-4 буквы на русском и сразу выдает программа именно этот комплекс на уничтожение паразитов. Удалив паразитов с нашего организма, мы половину проблем решим. Так, спасибо вам за внимание. Если у вас конечно вопросов, я знаю, что очень много, потому что такой одной школы часовой не хватит для того, чтобы разобраться со всеми вопросами. Не бойтесь включать программу, не бойтесь нажимать на кнопки, читайте внимательно, смотрите видеоролики на вики сайте, там все досконально написано. Я ни одного вопроса не задала, можно сказать, чат, сама смотрела, разбиралась и решала свои проблемы. Нужна помощь, будем помогать. Акция до 13 января была написана, а вот включительно, не включительно, написана до 13 это можно уточнить в чате. Кто еще не приобрел такой вот замечательный домашнего доктора, пожалуйста, подумайте, у вас еще один день и защите средства, это вам ваше здоровье. За те деньги 699 долларов вы не купите свое здоровье, а тут вы его вылечите. целый медицинский центр, действительно ли, дома медицинский центр. Я как разлаживаю на столе, на полу эти пластины и все вот эти запчасти, контейнер, да, еще я не показала вам как с контейнером работать, но это уже в следующей школе. Есть о чем говорить, есть на какую тему проводить школы, так что добро пожаловать на наши школы, удачного вам дня и ждем вас в нашей команде с вашими приборами и мы вас всему научим. Спасибо, до свидания. До свидания.